Продолжаем чтение книги «Изъяснение Божественной Литургии» Святого Николая Кавасева, 16 глава. Знаменование священно действия в общем очертания. Необходимо, впрочем, сначала по частям пройти слова псалмопения, сделав предварительно замечание, что таинство домостроительства Христова знаменуется самую жертвою и теми действиями и словами, которые предшествуют жертве и последуют за нею. Ибо жертва возвещает смерть, воскресение и вознесение Господа, так как честные дары прилагаются в самое воскресшее и вознесшееся на небо тело Его. Предшествующие жертвы указывают на события предсмертию, на пришествие явления и вступление Спасителя в открытое служение спасению рода человеческого. А последующие за жертву напоминают об обетовании Отца, как сам он называл, то есть о сошествии Духа на апостолов, об обращении через них и ведении народов в общении с Богом. И все тайноводство есть как бы одно некое тело истории, от начала до конца, сохраняющие стройность и целость, так что каждый отдел действий или слов сообщает целому особый характер законченности. Псалмы, так как они поются в начале тайноводства, означают прежнее время Христово домостроительства, а следующее за ними, то есть чтение священных писаний и прочее, указывает на дальнейшее. И хотя иная, как сказано, причина псалмопения, то есть предочищение для таинства и приготовление и на чтение писаний, однако же ничто не препятствует последним иметь силу первых и одному, и тому же, как освещать верных, так и знаменовать домостроительство, так и платье, с одной стороны, и удовлетворяет потребности в одеянии, прикрывая тело, а с другой оно означает и занятие, и жизнь, и достоинство лиц, одевающихся, так и здесь. Поскольку воспеваемое и читаемое есть вообще в священном писании, и слово «Бога вдохновенное», оно читающих и поющих освещает, а поскольку избрано такое и установлено так, оно имеет и другую силу, имея назначение знаменовать пришествие и порядок дел Христовых. Ибо не только воспеваемое и читаемое, но и совершаемое сохраняет такое свойство, что взятое само по себе, оно удовлетворяет настоящей потребности и вместе знаменует нечто из дел или подлогов и страстей Христовых. Так, внесение Евангелия в алтарь и вхождение честных даров, то и другое, бывают по необходимости. Первое, чтобы прочитать Евангелие, а последнее, чтобы совершить жертву. Но оба сие действия означают также откровение или явление Господа. Одним указывается на явление только начинательное или темное и несовершенное, а другим – на совершеннейшее и окончательное. Есть, однако же, между действиями совершающегося тайноводства и такие, которые не имеют в виду удовлетворить нужде, но исполняются только для знаменования, каковы копие, водружение его в хлеб, начертание на хлебе – знамение Христа и напоследок – вливание воды в святые дары. Много такого нашел бы ты и в других таинствах. Например, так крещения имеющие омыться, должны снять с себя одежду и обувь и, обратившись к западу, протянуть руки и дунуть. Это и другое сему подобное не вносит таинства, ничего существенно необходимого для него, но приемлющему его внушает ненависть и вражду, которую необходимо иметь к лукавому. И научают, что желающий быть истинным христианином должен всячески отвращаться от дьявола. Понимая это таким образом, рассмотрим по частям все священное действие, так как оно носит образ спасительного домостроительства, прежде всего псалмопения. Субтитры создавал DimaTorzok